Несмотря на то, что в связи с карантином количество автотранспорта на дорогах сократилось, ситуация с аварийностью не улучшается. Одна из последних аварий произошла 21 мая. На пересечении улиц Школьной и Юных Коммунаров произошло серьезное ДТП с участием четырех машин. Есть пострадавшие. О причинах аварий, а также о том, почему важно соблюдать правила дорожного движения, в интервью нашей съемочной группе рассказал начальник отдела ГИБДД МВД России по Славенскому району Олег Ложаев. За прошедший период 2020 года на территории Славенского района произошло 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибло и 67 получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами автоаварии явились несоблюдение очередности проезда перекрестков и выезд на полосу встречного движения. С участием пешеходов в текущем году произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести. С участием водителей мототранспорта зарегистрировано 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 8 получили травмы, из которых одних являлся несовершеннолетним. При этом большинство аварий происходит из-за нарушений водителями и мотоциклистами скоростного режима и правил обгона. Стоит отметить, что с наступлением теплой погоды количество подобных ДТП резко возрастает, а особая озабоченность вызывает появление на дороге детей водителей мопедов. Хочу обратить внимание взрослых на необходимость пристального контроля за детьми и призываю запретить управление скультурами, подростками, без соответствующего на то права и навыков вождения. При этом со стороны родителей важно объяснять ребенку, к чему может привести подобное поведение. Я обращаюсь ко всем участникам дорожного движения. Не нарушайте правила, соблюдайте скоростной режим и правила обгона. Переходите дорогу в положенном месте, пристегивайтесь ремнями безопасности и перевозите детей только в специальных удерживающих устройствах. Не отвлекайтесь на сотовые телефоны. Помните, что от вашего поведения на дороге зависит не только ваша безопасность, но и жизнь других участников дорожного движения. Продолжение следует...